Прожив месяц iPhone 11 Pro, я пересел на iPhone 11, чтобы понять, есть ли разница и настолько ли она критична. Какой был месяц Pro-версии, вы уже видели. Если нет, то ролик на канале. В этот раз мы будем говорить про iPhone 11 без всяких приставок. И об очередном месяце. Теперь уже с ним. Всем привет, это Droider, с вами Валерий Истишев, и мы начинаем. О чем бы я хотел тут поговорить и на какие вопросы ответить? Как оно с IPS после AMOLED? Зум или ширик, что главнее, и можно ли жить без одного из них? Ну и главный вопрос, стоит ли переплативать за прошку, или можно не париться и взять iPhone 11, или вообще посмотреть на прошлогодний флагман iPhone XS. Сам себя спросил, сам же на все отвечу. Тут особо не будет спеков и цифр, а скорее опыт реального использования и ощущения. А также попробуем выяснить, что же выгодно брать сегодня, если смотреть из айфонов. Отдельное спасибо, друзья, за ваши лайки и комментарии к видео про месяц с iPhone 11 Pro. Сейчас я проходил уже следующий месяц с iPhone 11, о чем мы сейчас будем говорить. И следующий месяц я на самом деле рассматриваю несколько кандидатов, и один из них это Pixel 4 XL. Напишите в комментариях, если бы вам было интересно увидеть лично мой опыт, если пользоваться этим смартфоном месяц как основным. И поставьте лайк, наберем 15 тысяч, и я обязательно сниму это видео. Все это время я использовал iPhone 11 без чехла, и, к сожалению, даже пару раз ронял, но не сильно. Почему я это делал? Тут причины две. С одной стороны, цвет не хочется прятать, с другой, фирменные чехлы полный отстой. Тот же прозрачный, за три с лишним тысячи, не знаю, о чем Apple думает вообще. Выбора нет, горбатый еще имеется, и силиконовый двух цветов. Что же касается царапин, посмотрите сами, есть небольшие, но в целом ок. Разница в корпусе между прошкой, это алюминиевый бортик, а не стальной. А заднее стекло здесь глянцевое, а не матовое. И как мне кажется, в повседневном использовании, именно вот в таком виде, глянцевый задник удобнее, потому что телефон не выскальзывает из рук. Он как бы прилипает к пальцам, и, в принципе, выронить его гораздо сложнее. Что же касается матового задника, он скользкий. Кроме того, мне безумно нравится вот этот желтый цвет. И на выбор есть еще и другие, которые тоже придутся по вкусу многим. Да, он не такой премиальный и бизнесовый, но всегда же есть белый и черный. Хотя это скучно. Но все-таки давайте о том, что же тут хуже. Первое, что бросается в глаза, это рамки. У 11-го они гораздо шире, чем у Pro или у прошлогоднего 10s. Виной тому IPS-экран или Liquid Retina, как его называет Apple. И, наверное, это главное отличие. Кроме того, экран тут чуть больше. 6,1 дюйма против 5,8. При этом для меня важно, что сам смартфон остается компактным и не является лопатой. Его удобно держать в руках, если сравнивать с теми же Max-версиями. Казалось бы, всего 0,3 дюйма разница. Но я ее ощутил. Например, при наборе текста. Быстрее и удобнее набирать на клавиатуре, особенно двумя руками. Я прям почувствовал разницу. Казалось бы, очевидная вещь, но я об этом не задумывался. Но больше всего я боялся, что мне будет резать глаз сравнительно низкое разрешение. Ведь PPI у iPhone 11 точно такой же, как у iPhone 5 или у iPhone SE. В общем, как Джобс завещал, 326 пикселей на дюйм. Так ли это бросается в глаза? И вижу ли я пиксели, учитывая то, что у меня хорошее зрение? Возможно, для всех это индивидуально. Но лично я дискомфорта после прошки не испытал. Если вглядываться, разницу увидеть можно, когда кладешь смартфоны рядом. Но чаще всего никто этого делать не будет. И я себя поймал на мысли, что ни разу от этого не страдал. Даже, скорее, не замечал разницы. И при всей моей любви к тому, как Apple откалибровал OLED-матрицу, начиная с iPhone X и по iPhone 11 Pro, я по-прежнему люблю IPS за честную цветопередачу. Это отличный экран и все на нем делать кайфово, за исключением просмотра HDR-контента. Честно говоря, я очень редко смотрю HDR на мобильнике. И если подвести итоги минусов экрана iPhone 11, то это более низкая контрастность. Черный не идеальный, и в темноте его видно. Кроме того, при использовании темной темы батарейка не будет экономиться, как на OLED-ах. Все-таки подсветка работает по всему экрану. В случае с OLED, напомню, что пиксели отключаются там, где черный цвет. Для меня немного странно, что Apple не использует возможности OLED на полную. Например, ни на одном iPhone пока еще нет Always-On-скрина. То есть, чтобы часики отображались, когда экран выключен. Я сам это не очень люблю, но знаю, что есть много фанатов, и как бы этого не хватает именно для них. Зато есть и плюс, хоть и небольшой. Можно не думать о шиме вообще. Хоть у экранов Apple вроде и так с этим все нормально. Хотя я понимаю те аргументы, что даже в недорогих смартфонах сегодня от тех же Xiaomi ставят AMOLED. И для многих этот фактор решающий. Правда, есть слух, что со следующего поколения Apple полностью уйдет от IPS. Мне почему-то даже немного грустно от этого. Хорошо, с экраном разобрались. Но я уверен, что многие все равно хотят OLED в своем смартфоне, и некоторые смотрят на прошлогодний флагман iPhone XS. Да, сейчас его нет официально в линейке Apple, но его по-прежнему можно купить. И да, все равно это флагман, если сравнивать с тем же iPhone 11. Хоть в этом году и без приставки R, мы понимаем, что это модель, которая стоит чуть ниже топовой. А сегодня цена на 11 и 10S примерно одинаковая. Официальный ценник здесь 60 тысяч рублей. Что касается iPhone XS, то его можно найти где-то за 65. Но если смотреть по нижней планке маркеты, то можно найти еще дешевле, в районе 55 тысяч рублей, но магазины могут быть немного сомнительны. Да и трубки, скорее всего, серые будут, это тоже надо учитывать. Давайте разберемся, хорошо или плохо брать прошлогодний флагман, если мы говорим об айфонах. С одной стороны, хорошо и выгодно. Он стоил чуть ли не стольник на старте, а теперь всего 60-65 тысяч рублей. Правда, тут я заметил одну неприятную особенность последних лет. Технику Apple всегда любили за то, что цена на нее падает медленно, что не сказать о смартфонах от других производителей, и те же айпэды, айфоны, макбуки, маки можно было продать на вторичке достаточно выгодно. Но смотрите, что происходит после появления дорогого айфона 10. В минималке новый можно взять примерно за 55 тысяч рублей, с учетом цены на старте 90-100 тысяч падения почти в два раза за два года. У XS с ценником где-то 60 сегодня на маркете драматичное снижение всего за один год. И то же самое может произойти с айфоном 11 Pro, купленным в этом году, но что касается айфона 11, он от этого немного застрахован. Зачем фонарики включил? Не понятно. Это легко объясняется тем, что айфон 10 и 10S после первого года были убраны из линейки Apple, но при этом айфон 10R остался, и цена на него хоть понизилась, но регулировалась компанией. 50 тысяч рублей официально, 45 на маркете. То есть купив 10R в прошлом году, на вторичке продать его можно выгодно и теряешь меньше. И я уверен, что айфон 11 останется в актуальной линейке Apple следующего года. Что же касается версии 11 Pro, то с этим все не так однозначно, особенно смотря на прошлые годы. Так что сейчас прошлогодний флагман брать выгодно, и я не думаю, что он будет сильно падать дальше. Но, как всегда, есть еще одно НО. Первое. Это фишки, которые Apple не приносит на старые айфоны. Я бы еще смирился с тем, что диффьюжн или ночной режим не завезли в 10S. Но почему не обновился интерфейс камеры с настройками качества видео? Для меня это загадка. По-моему, это подло. И да, еще в коробочку не положили быструю зарядку, хотя сам айфон ее поддерживает уже давно. Да, и фронталка на 11 все же получше. Она умеет снимать 4К видео, стал 12-мегапиксельный против 7, но есть любители именно предыдущей версии, например, Mite. Именно 7-мегапиксельная фронталка на 10 и 10S она снимает без кропа и с правильными пропорциями. Также стоит взять в расчет производительность. Все-таки в 11-м стоит тот же самый A13 Bionic, что и в Pro-версии, и батарея долго живет. Существенно дольше, чем на 10S. У меня, уверенно, хватает на день без всяких банок. Наконец, поговорим о камерах. Что важнее, зум или ширик? И тут правильного ответа нет. За несколько лет пользования айфонами я очень привык именно к двукратному зуму, и первое время мне его очень не хватало. А изначально, когда его представили, мне казалось, что это ненужная фишка. Но да, без него теперь как-то сложно. Но и суперширик штука очень приятная. Хоть тут он и не идеальный, и хуже, чем на тех же Huawei, все равно он дает больше гибкости именно для экспериментов. Все-таки зум можно так или иначе использовать цифровой. Хоть он тут и похуже, чем на пиксели, но из этого можно как-то выкрутиться. Но суперширик ты цифрой не заменишь. Нужна именно оптика и отдельная камера. Но обсуждая суперширик, тут мы говорим не только о фото, а в том числе и о видео. И для меня это, наверное, даже важнее, что с помощью этого смартфона можно снять вот такую вот широкоугольную картинку именно в видеоформате. То есть, по сути, у вас такой аналог GoPro в кармане всегда. Главное, тут основная камера та же, что и на iPhone 11 Pro, и она меня продолжает радовать. Как и обновленные портреты, которые теперь стали лучше отбивать задник от переднего плана за счет второй камеры, если сравнивать, например, с XR. Не буду говорить отдельно о тесте камеры. Много уже было сказано в обзоре про версии. Важно знать, что единственное отличие тут – это отсутствие оптического зума. Еще одна приятная фишка – снятие видео по зажатию кнопки спуска, чего, опять же, почему-то не добавили на X10s, да и вообще на все остальные айфоны. Тут как бы… В чем вообще проблема? Например, в предыдущем пикселе такая же штука прилетела с обновлением, и мне это кажется гораздо честнее. В итоге, можно ли назвать iPhone 11 идеальным айфоном сегодня? Скорее, все-таки нет. Но самым сбалансированным по соотношению фишки цена и начинка? Наверное, все-таки да. Кроме того, за счет чуть большего экрана я начал на нем играть. Но это не единственная причина. Я говорю об Apple Arcade. Вы скажете, при чем тут вообще это? Отвечу, это тоже опыт использования. Дело в том, что, на удивление себя самого, я начал играть на смартфоне, чего не делал очень давно. Правда, ждал я от этого сервиса маленькой революции в мире мобильного гейминга, и отчасти ожидания оправдались, но только отчасти. Сейчас там более 100 игр, и я могу назвать минимум 3-4, которые меня сильно зацепили и порадовали, и точно окупили 200 рублей в месяц. Первая игра – Stella. Чем-то напомнил творение Playdead, Limbo Insight. А я большой фанат. Похож и геймплей, и исполнение, но в то же время есть много своего. Вторая – супер атмосферная арт-игра Mosaic. Такого вообще не ждешь от мобильника, и в самом начале создатели даже сами потроллили бездумные мобильные игры. За это отдельный респект. Ну и третья и четвертая – симулятор Skate City и Shinshikai Into the Depths от Capcom. Хоть на презе они не сильно меня впечатлили, до сих пор оторваться не могу. И это я еще только часть игр попробовал. Правда, я ждал от Apple Arcade немного другого. Я надеялся, что хотя бы какая-то часть из великого множества инди-игр на Steam или для консолей перекочует такие в Apple Arcade, и можно будет играть в любом месте с любого устройства. Но этого не произошло. Все-таки у компании немного другой подход. Они добавляют туда только новые тайтлы и больше ориентируются на эксклюзивы. Посмотрим, сработает ли эта модель, но пока часть игр мне очень понравилась. В любом случае, такие мобильные игры без доната, лутбоксов гораздо ближе мне, где делается упор именно на оригинальные геймплеи и сюжет, а не вечные доилки. Сможет ли убить Apple Free-to-Play? Посмотрим. Может быть, они такой цели и не ставят, а я всецело поддерживаю эту борьбу. Поэтому и решил упомянуть. Ну и на этом все, друзья. Это Droider. С вами был Валерий Истишев и мой месяц с iPhone 11 Pro. Я на свои вопросы ответил, а вы пишите свои в комментариях. Обязательно все обсудим и до встречи в будущем. А что в будущем? Возможно, я сниму месяц использования Pixel 4 XL. Опять же, это частично зависит от вас и от моего желания. Кроме того, я взял себе новые наушники Beats. Никогда не любил продукты Beats, но после того, как все-таки их купила компания Apple, начал приглядываться чуть подробнее. И у меня есть много вещей, которые я хочу сказать об этом. И еще я хотел бы их сравнить со своими Sony. Ну а также я планирую продолжить тему True Wireless. На очереди у меня вот эти вот наушники. Расскажу, почему именно они уже в отдельном видео. Продолжение следует...